Добрый день дорогие друзья, шауа тоуф, легкого поста, мы начинаем нашу новую недельную главу Торы, она называется Пенхас. Мы уже читали на прошлой неделе о великом поступке, который сожрил Пенхас, он спас еврейский народ. Вот, и мор прекратился после его поступка, когда он убил медианскую принцессу Казби, дочь Сура, одного из царей Медиана, Рашего Решего, это Балак, и вождя колена Шимона, земли сына Сулу. Наши мудрецы говорят, что его еще имя Шлумель сын Сурешадая. Хотя трудно нам воспринять такой комментарий, но как есть, так есть. И очень интересно, посмотри, родословная Пенхаса, кто он такой? Написано в главе Ваера, что пошел Элизар, сын Агарона, и взял одну из дочерей Путиэля себе в жены, и она родила ему Пенхаса. Пишет Рабиш Лома Исхаки, в Лосвенной памяти. Пишет Путиэль. Это Итро. В то время, когда он еще был идлопоклонником и выращивал тельцов для идлопоклонства, его имя было Путиэль. И тогда мы знаем, кто он был. Он был правителем страны, Медьян. Он не был одним из князей Медьяна, он был целым правителем страны. Мало того, его называют жрецом Медьяна. Он был еще и жрецом, то есть он совмещал себе должность первосвященника и царя. То есть величайшая личность. Как мог раб выйти за территорию страны, пойти в Медьян, на сегодняшний день это место называется Саудовская Аравия, и взять принцессу себе в жены. Кто ему ее отдал? Невероятно. Пишется, что фараон хотел нас сделать рабами. Он устроил субботник, и все работали во благо фараону. Левиты сказали, нет, мы субботу соблюдаем и не будем нарушать ее ни в каком случае, ни по приказанию фараона, никому. И они настаивали на этом. И увидевительное чудо было, что их не тронули. Они и остались на священных должностях. Перед этим Иосиф, когда он попал в страшную ситуацию, что жена Патифара возвела на него напраслену, то Патифар не был глупым человеком. Он обратился к египетским жрецам. Объясните мне, было Иосифа что-то с его женой или нет? Она утверждала, что вот простынь, на которой сперма Иосифа, они взяли простынь, поднесли к ней огонь. Иосифам пятна слетели. Нет, не пятна не слетели, затвердели. И они сказали, что это куриный белок. Потому что если бы это была сперма, она бы от огня просто ушла отсюда. Она бы улетела, не было ее. Все. И так Иосиф был спасен. Иосиф был благодарен жрецам Египетам. Мы видим, что когда фараон скупал все земли у египтян, только земли жрецов он не купил. Потому что Иосиф о них позаботился. Был на дел жрецам от фараона. И интересно то, что также еврейские священнослужители, левиты, священное колено, Иосиф взял и тоже их приравнял. Они наши священники. Египтяна все равно. Значит, относится к этой категории все. У них свои земли, у них свое все. И естественно положение в обществе у них было сильное. И рабами они не стали, потому что выстояли. А кто был огорон? Пока не было Маше в Египте, то огорон был там главным управляющим. Главным, как главный раввин страны египетской был. Он заведовал всеми евреями. Вот сейчас это тоже как должная жреца такая для египтян. И тогда картина уже другая. Тогда если огорон на такой большой должности в стране египетской, и Итро, Путиель тогда еще он был, был главным жрецом Медьяна, то тогда, так как Ицхак и Медьяна это родные братья, то тогда они могли на том и сойтись. И он отдал одну из своих дочерей, Элизару, в жены. И она родила ему Пенхаса. И тогда Медраж, который нам говорит, что Левиты рабами не были, вообще сказкой не кажется. Тогда понятно, почему у нас Левиты не были рабами. Действительно получается так. Иногда то, что мы читаем Медраше, нам кажется просто сказкой. Написано им, и мы говорим, вот так написано Медраше. Но трудно нам понять, почему так написано. Но когда мы уже читаем глубже текст Торы, мы начинаем понимать, что это все связано с текстом Торы напрямую. Вот так. Всевышний видит, что сделал Пенхас. Он единственный, кто был со свежей головой. Все мудрецы плакали. Не могли ничего сделать, когда Всевышний сказал казнить всех причастных к этому греху в Шатиме. За поклонение Бальпиору. И они плакали, не знали, что сделать. Как можно повесить столько людей, казнить. Это надо казнить, потом повесить по еврейским законам. Но Пенхас вспомнил Галаху, которую забыли все в растерянности этой. Называется Галаха Ревнители. И написано, что он возревновал за Всевышнего. И пошел убил вожья колена Шимона с египетской принцессой Казби. И чудом пронзил их копьем так, что копье прошло сквозь половые органы во время полового акта. И поднял их, вынес на копье еще шевелящихся. И мор прекратился. И всего погибло 24 тысячи. Это кажется много, но если бы он этот мор не остановил. Мы даже не себе не можем представить, о каком числе людей идет речь. То, что он сказал повесить, Всевышний нам сказал повесить. Каждый своих людей, так минимум по два, каждый вождь. Раша пишет 88 тысяч судей. Если бы каждый по два повесил. Это был бы ужас. Его дедушка останавливает мор. Мы знаем дедушка Пенхас Агарон. В первостещении. Взял совок с ухолями и остановил. Ангела смерти, когда был мор. И было умерших от мора 14700, кроме умерших из-за караха. Это у нас было в Кегелате. То есть так же поступает его внук Пенхас. Достойнейший человек. И впоследствии мы знаем, что после того, как Элязара уже не стала в стране к нам, Пенхас становится первосвященником страны. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Валлиру бен Григорий, брата Павел бен Нахим, Хая Малка Бат Йосиф, Мир Раббат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Парина Перл бот Сони Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина бот Ури, Арона Ребен Ури, За хороший дух Арона Ребен Двойра, Денис бен Нахум, Абигал бот Сара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Раев, Марина бот Раев, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем легкого поста, До следующих встреч, Надеюсь, Нас останется, Блинедр, Завтра, В 15.30, В это же время, Шалом!